Нечасто в Музее классического искусства встретишь работы непрофессиональных художников. Свои рисунки на суд общественности представили 35 особенных ребят. Детей и подростков инвалидов из общественной организации «Солнечный круг». Выставка получила название «Обычный день особого ребенка». Отдельной темой мы вывели рисунки очень тяжелых детей. Рисовала девочка, которая видит только пальчиками. Рисовали тяжелые ребятки с аутизмом. Безречевые ребятки. И вот эти работы можно увидеть на этих четырех полотнах. Есть рисование ладошками, это сенсорная интеграция. И также ребята рисовали любимыми техниками, которые для них подобрала педагог по арт-терапии. Работы очень яркие и динамичные. У ребят «Солнечного круга» фантазия не ограничена социальными нормами или условностями. Они передают мир таким, каким его видят. Особенным, как и они сами. На выставке мне понравились рисунки. Я нарисовал лохнесское чудовище, подводного монстра, лизиазабра. И нарисовал корабль. Лохнесское чудовище нападает на людей. Ну, а люди пытаются разными способами победить этого монстра. Если для обычных детей рисование – это хобби, то для инвалидов – терапия. Изобразительное искусство позволяет ребятам снять сенсорную нагрузку, расслабиться, выплеснуть негативную энергию. Плюс это занятие развивает мелкую моторику. Они выбирают сами цвета. Если, например, кто-то любит рисовать черным, то у нас есть работа выполненной в черной технике. Но так как мы не можем постоянно рисовать черными красками, конечно же, я предлагаю более яркие краски. Мы рассказываем, играем с ними в цвета. У нас бывает красочка гуляет по листочку. Когда мы рисуем по сырому, то тоже у нас красочка бывает гуляет, шалит, бегает. И поэтому получаются такие красочные, веселые работы у детей. Экспозицию не случайно открыли в апреле. В этом месяце мамы особенных ребят отмечают сразу три даты. День людей с аутизмом, День распространения информации об эпилепсии и День людей с синдромом Дауна. Выставка в художественном музее продлится до 25 апреля. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.